Добрый день! Вы на канале StepTop. И если вы заметили, мы иногда рассматриваем новые каталоги из магазина, который называется Lidl. Это те товары, которые предлагает Lidl для литовских потребителей. Взяла новый каталог. Действительно, он будет с 14 октября по 20, то есть до воскресенья. И каждую неделю они предлагают какую-то особенную еду и продукцию из разных стран. Позапрошлая неделя была посвящена Восточной Европе. Прошлая неделя была посвящена Италии, но я тот каталог не успела вам показать. А эта неделя посвящена американской еде. И как видите, естественно, какой американец может жить без арахисового масла. У меня тоже есть баночка, но не этой фирмы. Стоит 2,22. Это у нас указана цена в евро. И вы видите, объем какой. Здесь американские йогурты с разными наполнительными и с шоколадом. И еще с ягодами. Также можно купить кукурузные закуски с орешками. Ни одной продукции из этой серии я никогда не покупала. Я имею в виду американскую. Может быть, когда-нибудь и куплю. Мексиканские тортильи. 79 центов. Вполне приличный объем. 370 вес. Здесь растворимый кофе. Это не американская серия. А просто этот кофе продается всегда. И молоко. Молоко литовского производства, насколько я знаю. Но молоко я не пью. Просто показываю вам. Цена 1 евро за 2 литра. Одна упаковка литр. Для тех, кто покупает молоко часто, скорее всего, предложение понравится, выгодное. Вафли продаются, булочки. Вес указан. Цена тоже. Если интересно, можете приостановить видео, чтобы рассмотреть. Есть колбаски. Холодный чай. Полтора литра. Цена на каждый день. Всегда. Это не какая-нибудь акция. Рапсовое масло. С этой стороны у нас еда для кошек. Лакомство, вернее. Зубная паста. Порошок стирательный. Стиральный порошок. Орехи. Чипсы мексиканские. Снэкдэй. Еще больше чипсов. Чипсов. Здесь с луком. И с чем же еще? С сыром. Есть масло. Похоже на то, что оно из Польши. Яблочное пюре. 720 миллилитров. Я его обожаю. Но в принципе люблю яблочное пюре. Давно не покупала. Мариновые корнишоны. Вот такая цена. И вот еще страница посвящена американской еде. Сосиски. Курочка. Бургеры. Самый вы видите. Здесь еще больше. Всякие приправы, специи. Жареный лук. Луковые колечки. Тортильи. С начинкой. Здесь у нас мясо. В американском стиле. Соус есть. И вы видите, что это гриндельки. Или что же это такое. Вы можете их использовать и делать свои собственные бургеры. 270 грамм. По 1 евро 29. Но я сейчас на диете. Я вам рассказывала. У меня есть видео о том, что я сейчас пытаюсь сбросить вес. Постройнить к весне. Поэтому эта еда запрещена для меня. Я ем такую еду только по воскресеньям. Так что еще придется ждать. Если даже и надумаю что-либо покупать из этой американской серии. Опять закуски в американском стиле. Есть и из картофеля. И из сыра. И из лука. Колечки. Здесь орешки. Опять то же самое масло. Арахисовое. Еще больше орехов. С этой стороны у нас будут мюсли для завтраков. Которые я никогда в жизни даже не покупала. Не знаю вкусно это или нет. Мармелад. С ежевикой и с калиной. А эта смесь уже готовая для того, чтобы вы могли готовить свои блинчики. 99 центов за 200 грамм смеси. И кленовый сироп. Но он в общем-то не американский, а канадский продукт. Ну вот затесался к нам и этот продукт тоже. Еще больше американских продуктов. Тут у нас пирожки. Пирожки, пончики и всякие сладости. Вот американское мороженое. Три штуки. Каждая штука по 120 миллилитров. Ну, объем большой. Здесь три сорта йогурта с карамелью, попкорном. Потом с ягодами и с шоколадом. Здесь чизкейк, сырный пирог. Полкило стоит 4 евро. Значок вот этот означает, что этот продукт вы найдете не на полках, а в холодильнике. Так, что же еще американцы предлагают нам? Это молочный напиток. Пол-литра 99. Здесь шоколадки, конфетки, желейные тоже есть. Печенье нескольких сортов с яблоками. С черным шоколадом и опять же с клюквой. Попкорн. Здесь написано, что вы можете купить или сладкий, или соленый. Кукурузные и картофельные закуски. Вроде как чипсы такие. Так, и здесь еще закуска. Может быть к пиву, может и просто так его едят. Я не покупала вообще ничего из американской серии. Хотя не в первый раз они показывают и предлагают. То же самое молоко. Здесь овсяные хлопья. Те же самые тортильи. То есть повтор идет за главные страницы. Так, а здесь что-то... Это квас. Но он литовского производства. Один литр стоит 39 центов. А полтора литра 59. То есть вы покупаете бутыль за 59 центов. Тут у нас уже не американская и литовская продукция. Мясные изделия. Из свинины. Докторская колбаса. Также есть копченая посредине, вы видите. Еще больше колбас. Детские какие-то сосиски. Тут паштет по 79 центов у нас. А здесь свежее мясо. Курятина и говядина. Один килограмм 8 евро. Свежая говядина. Овощи, фрукты. Здесь гранаты. Но тут еще... Что же это? Ага, это... Картофель. 44 цента кило. Манго. Цветная капуста. Огурцы, шампиньоны. Баклажаны. Так, сладкий картофель посередке. Здесь брокколи с томатами. Что мы видим тут? Кофейный батончик. Здесь миндальный крем. Мороженое разных сортов. Бурбон с ванилью. Тирамису. Это тирамису не торт, а именно... Мороженое. Мороженое это просто комплект разных всяких вкусов. Здесь сыр. Кефир. И нутелла. Знаменитые, всем знакомые. А вот и страница, посвященная хлебобулочным изделиям. Из пшеницы, из ржи, булочки. У нас пекарня находится прямо в самом магазине. Поэтому всегда можно купить свежие изделия. Макароны по 79,5 кг для супа предназначенные. А также есть универсальная смесь разных специй. Пекан. Это орех. А здесь сушеная клюква. Аквили. Это что же такое? Минеральная вода. Я подумала, что это стиральный порошок. Но нет. 6 штук. По 1,5 литра вы видите. Берете 4 и 2. Бесплатно вам дают. Получается, что в упаковке 6 бутылок. Сок. Вернее, не натуральный сок. А смесь соков. И называется это просто напиток. Неалкогольное, безалкогольное пиво. Пол-литра 79 центов. Еще больше чипсов. Это похоже на, опять же, всем нам знакомый, Принглс. Это разновидность Эстрелла или Лейс. Но они вполне приличные и вкусные. Натуральное какао. Здесь есть и варенье. Это не спагетти, а просто такие жевательные конфеты. Разных вкусов. И кола, и яблоко, и как же ее называют, клубнику. Так, клубника. Разновидностей. Вот вы видите, сколько конфет есть. Кофе. Молотый. Здесь батончики. И шоколад. 150, не 100, а 150 грамм. Но я покупаю, вы видели, тот, который стоит 34 цента, то ли 35 за 100 грамм. Которым уже я видео сняла отдельное, даже о нем. Так, с этой стороны маринованное свекло. Перец. С перцем, то есть не сам перец, а томатная паста с перцем, с добавлением перца. Пицца. Скорее всего, скумбрия. Да, скумбрия 1 килограмм, 4,79. Но я покупаю всегда свежую. Лосось. Но он уже продается с какой-то подливкой внутри. Так, крабовые палочки. Селедка. Опять же, клюква и перец. Два разных вида. Пельмешки. 1 килограмм стоил бы 2,48. Здесь упаковка 400 граммов. Еще не свежая, а скорее всего, нет, это не свежие. Здесь уже готовые изделия. Но есть и, скорее всего, свежие, да. Овощи, нарезка овощей, смеси. Даже с приправами вот есть. Так, чтобы уже можно было просто кинуть на сковородку, добавить масло, и будет через минут 5 готов обед вам. Детское питание. Разные сорта тут есть. Если кому-то интересно, вы видите по картинке. Ну, смеси и морковка, и яблоко, и помидорки. Разные есть. Еще больше всяких смесей. Пюре. Салфетки с лосьоном уже сразу 80 штук. А здесь подгузники. Макси подгузники. Видите, 22 штуки в упаковке. Рассчитаны на детей от 8 до 15 килограммов. Еще больше подгузников. Двух типов. Смотрите, всегда есть ли больше 16 и даже до 20 килограммов ребенок. Так, а здесь бытовые принадлежности. Есть губки. Импригнатор. Перчатки. Лосьон или молочко для тела. Полулитра стоит 1,99. Это та фирма, о которой я вам рассказывала. Она, сиян, продается только в магазине Lidl. Так, ну это для чистки поверхностей. Влажные салфетки. Для чего подходит? И для ванной, и для стекла. Даже для кожаных поверхностей. Для экрана. В принципе, есть такой. И второй, это универсальный. Эти салфетки я вам показывала уже. Так, 25 штук. Стоит 75 центов. Сейчас скидка. А всегда вы можете купить, если без скидки, то это будет стоить 99 центов. Мне они нужны для того, чтобы я могла снять маску, которую я наношу по вторникам, четвергам и субботам. Видео вы уже видели. Здесь ириски. Интересное даже такое предложение. Значит, есть смесь ирисок. И с какими вкусами? Карамельные, масляные и с солью. Достаточно большой объем. 550. Здесь Моцарт. Это с марципаном. Я их очень обожаю. Очень люблю. С брендей. Так. Конфеты. Еще больше конфет. Ракушки. И шоколадные конфеты. Опять. За килограмм отдали бы и 7,96. А в упаковке 250. Два сорта. Или с кремом внутри, или с какао. Тут страница посвящена цветам цены. Вы видите, что за цветы вы тоже видите. Растения домашние есть. Не только подарочные варианты. Но есть и что поставить на подоконник. Но здесь скоро будет день всех святых. Скоро 1 ноября у нас отмечают важный праздник для Литвы. И уже продают свечки. Потому что все литовцы пойдут на кладбище. И им нужны будут свечи. Ну, пацаны, вы видите, здесь еще больше всяких цветов и форм. Ну, и здесь какие-то бытовые приборы. Тазики всякие, кастрюльки, лампочки, чеснокодавки, щелкунчики для орехов. Так, контейнеры всевозможные. Ну, нужные вещи, конечно, но я их не покупаю. Потому что у меня уже все есть. А такие вещи каждую неделю не нужны. Эту еду мы покупаем постоянно. Вот, вафельница. Тут и описание есть. Откуда она, сколько ватт, киловатт. И насколько она экономична. Ножики. Размер указан. Так. А здесь у нас что-то продается. Сковорода, скорее всего. Или весы. Скорее всего, сковорода. Ну, тут и ножики, тут все, что вы видите. Это можно купить в Lidl. Для ванной комнаты, держалки всякие. Полочки. Кран. Очень удобно направлять можно. Двигается верхняя часть экрана. Вот тут для мужчин интересно будет посмотреть. Всякие есть лампочки, батарейки. Одежда. Вот для женщин. И куртки, и толстовки, и джинсы. Теплые всякие наряды. Те же самые цены, что и на Алиэкспрессе. Поэтому можно выбрать или Lidl, или Алиэкспресс. Только с Алиэкспресса придется ждать. От двух недель до двух месяцев. А тут пришел в магазин, померил, купил и ушел уже с товаром. Цены показываю. Лосины. 6 евро. Одна пара. Размеры S и L. Если покупать на Алиэкспрессе, то можно найти размеры больше. Для кого, кому это актуально. Термальные носки, теплые носки. Две пары, 5 евро. Все, что я показываю из одежды, честно скажу, мне нравятся. Красивые вещи. Вот это для мужчин. Свитер. Толстовка. Разнообразие небольшое. 3-4 цвета. Но модели нравятся мне все. Если честно. Тут есть и 6, и 13, и 14 евро. Прямо как на Алиэкспрессе. И тут есть водолазки. Трикор. Носки. Две пары. Платите эту цену за две пары. Куртки с капюшоном, джинсы. Температуру, которую сохраняют и даже греют дополнительно. 13 евро. Обувь есть. Опять же, небольшое разнообразие. Женской обуви для себя я там не нахожу, потому что у меня размер 35. Нога маленькая. А там все начинается с 37-го. Шапки. Перчатки. Как видите, трусы. Это тоже две пары. Мне нравятся они, как выглядят и на моделях, и сами по себе. В принципе, все красиво. Может быть, я не настолько требовательна, но мне действительно нравятся эти вещи. Здесь домашние рубашки для женщин. Штаны, шаровары 5,55. Опять же, уютные свитера, теплые для дома. Зимние носки домашние, тапочки. И вот, ну, 36 размер я бы еще могла взять, потому что это тапочки все-таки, поэтому можно. А если обувь, то мне нужна 35-ая. Здесь домашняя одежда для мужчин. Шаровары, штаны, верх и тапки до 47-го размера идут. А здесь детские, домашние наряды и тапочки. Тоже красиво. И для девочек, и для мальчиков будет. Здесь для малышей домашняя одежда с капюшонами. Ну, чуть больше выбор, чем для взрослых. Повеселее раскраска. Маленькая обувь по 4 евро. Комбинезончики, ползунки. Цену я показываю. Это за две штуки вы платите 5. Одна штука стоит 2,50. Носки. Тоже две пары. Комбинезон. Смотрите, как молния идет через всю ногу. Интересная модель. Три цвета. Темно-синий, серый и белый. Стоит 10 евро. Штанишки. И комбинезон. Футболки для детей. Маечки, рубашечки, штаны, носки. И это две пары. Опять же, здесь одна пара. Детское постельное белье. Комплект будет стоить 10 евро. Подушки, одеяло. Тоже комплект стоит 10 евро. Из двух частей состоит. Одеяльце и подушка. Тут игрушки. Ну, маленький выбор, но все же что-то завозят в Лидл. Одна штука 10 евро. Здесь книжки. Тут указано со скольки месяцев. Тут детям от 10 месяцев. Тут от 12. А здесь от 2 лет. Одна книжка стоит 4,29. Ну, а здесь уже для дома всякие швабры, насадки для швабр. Могут быть и дрели, и разные инструменты для мужчин. Аккумуляторная швабра. Интересная штука, как она работает. Тут насадки принадлежности для удаления пыли. Щетки. Щетка с насадками стоит это все 30 евро. Весь комплект. Показано, что можно чистить такой щеткой. Можно стены в ванной комнате. И другие поверхности. А тут ящики складные. Они, скорее всего, мягкие. С молнией. Можно открыть, закрыть, сложить. Тут, например, для обуви. Здесь, в принципе, для вещей универсальные. Это для одежды. А здесь комплект из этих ящиков. Ну и одна штука стоит 3,29. Тут просто тряпочки для удаления пыли или протирать мебель. Швабра, но уже простая, неаккумуляторная. Цена великолепная. Мне нравится. И это идет 4,99 и за швабру, и за две вот этих насадки. Может быть, даже и стоит купить такую вещь. Я как раз этой вещью пользуюсь. Очень нравится ведро складное. Стоит любое из этих 6 евро. Литры указанные. 10, 10,6. Вот мне сама идея нравится этих ведер. Насадка для того, чтобы заниматься влажной уборкой. Заливаете воду и моете. Вот насадки есть. Просто совки со щеткой. А это тоже вполне интересная вещь. Кубики не для строительства, а чтобы класть в шкафы. Убивает моль. Придает приятный запах белью, одежде. Так, стоит 24 штуки. Это целый комплект. Стоит 1,49. Тут написано, что если прекратить выделять приятный запах через какое-то время, то можно наждачкой потереть и опять появится запах сильный. Сильный будет даже так и написано. Очень интересная вещь. Тут для тех, у кого есть автомобиль, держатель, который устанавливается на крышу. Коврики, щетки. Ну, это для автолюбителей, для водителей. Чехол на машину. Кресло. Лампочки всякие. Набор лампочек дополнительный 6,49. И тут мы возвращаемся опять к продуктам питания. Паштеты, рыба, мясо. Указана цена и тут, и тут везде за 1 килограмм. Это карп. Тут говядина. И, скорее всего, кусок свинины, но уже и с чесноком, и чабрецом, и петрушкой. С разными травами. Каталог подходит к концу. И вот, что у нас на этой странице. Здесь колбаса литовского производства. Маринованные крылышки по 2,79. Смузи трех видов, 99 центов. Здесь есть антиоксидант, защита, энергия. Зеленый с огурцом. Тут есть тыква, свекла. Лорд Нельсон, который я вам показывала. У меня мятный чай, здесь фруктовый. Тут сгущёнка. Именно сгущённое молоко, а не продукт. А именно сгущённое молоко. Только упаковка такая вот в тюбике, необычная. Колбаса из Испании. Сыр из Британии. Чедер. И литовские, наверное. Литовские, наверное, на маске, на хлеб. Трех видов. Рыбная, куриная и творожная. Не покупала, не знаю, что за продукт. Думаю, что неплохой. Выглядит аппетитно. Но я сейчас на диете, мне всё выглядит аппетитно. Что Lidl ещё предлагает? Косметику. Выбор маленький, но всегда есть что-то. Вот, например, тушь. Двух видов. Блеск для губ. Четыре цвета. А это шесть помад. Два евро одна штука. У меня дома из косметики такой, фирмы Сьен, есть пудра. Но, как видите, здесь только два оттенка пудры может быть. Цена евро пятьдесят девять. Тут подводки для глаз и тональный крем четырёх оттенков. Стоит два девяносто девять тридцать миллилитров. Дополнительно куртки показывают, что в субботу это будет стоить только тридцать евро. А так, наверное, цена выше. Мужская куртка. Лампочки всякие продают. Сковородки. Джинсы женские. Зонтики, которые меняют под дождём цвет свой. Три года гарантии. И называется он карманный зонтик. То есть, скорее всего, совсем-совсем маленький. Это девяносто два сантиметра не длина, а диаметр. А длина в сложенном состоянии не указана. И последняя страница. Это творожные сырки сладкие. Морковка. Сыр ферментный. Свинина без косточек. Двух видов лазанья. Со свининой есть. И с говядиной. Один килограмм будет стоить два девяносто девять. Это будет скидка. И вот такой оказывается каталог на эту неделю. Новый каталог получу завтра или в воскресенье. Когда смотрю одна, то мне хватает трёх-пяти минут. А вместе с вами, пока я показываю, рассказываю, саморассматриваю, уходит чуть ли не час на весь журнал. Вот такие товары у нас на этой неделе в магазине. До завтра. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok